Дима, я тебе говорю, выходи! Хватит, хватит уже! Риль, пойди посиди, пожалуйста, с Андреем, пока не уйдет он. Хорошо. Я тебе говорю, давай убирайся отсюда! Слушай, я не к тебе пришел, ясно? Я пришел к своему сыну, я его отец. Да никакой ты ему не отец, он тебя не помнит. Ты ему чужой, понимаешь? Значит, вспомнит, ясно? Если я сейчас уйду, я все равно вернусь. Ты не можешь мне запретить сказать ему правду. Я, может быть, и не могу запретить, но его настоящий отец может. Кто? Да, Дима, я выхожу замуж у моего мужа, сыновей Андрея. И кто твой муж? Максим. Ну, конечно, конечно, Нечаев. Как же я мог про него забыть-то? Слушай, ты думаешь, ты самая жестокая, да? Ты самая мерзкая, самая противная. Ты мне больно хочешь с него? Отпусти меня, я тебе говорю! Знаешь что? Выходи за кого хочешь, ясно? Делай, что хочешь мне. Плевать на тебя, но сына я верну. Слово я вешаю на тебя свои проблемы, и становится плохой привычкой. Наташа, ты же знаешь, мне интересно и важно все, что с тобой происходит. Я боюсь Андрея. Мне страшно его в школу отпускать во двор. В любой момент может появиться Дмитрий и наговорить бог знает чего. Я живу как на вулкане, так жить нельзя. Да не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Извини, я... Я уже придумала, что я выхожу замуж. За кого? За тебя, прости. Наталья, так это здорово. Давай поженимся. Ты знаешь, я же смогу сделать так, чтобы и ты, и Андрей были счастливы. Ну, конечно, если ты захочешь. Ты ведь любишь меня? Конечно. Максим, я люблю тебя, но я не могу, я не хочу, чтобы ты шел ради меня на такие жертвы. Это нечестно, понимаешь? А что честно? То, что ты прикрываешь отсутствие любви словами о каких-то жертвах? А может быть, то, что ты обманула Дмитрия, сказав ему по поводу свадьбы? Или то, что ты обманула сына? Что честно? Ты права. Прости. Алло, здравствуйте. Я могу заказать букет цветов? Это срочно. Да, хорошо, диктую. Больница скорой помощи номер два. Отделение травматологии. Нечаев Максим Леонидович. Наташ! Спасибо. Наташ, погоди, ну погоди. Ну подожди ты, я знаю, что я виноват. Давай поговорим просто. Просто поговорим. Ну возьми, это тебе. Ну пожалуйста, я тебя прошу, это тебе. Ну пожалуйста. По какому праву? Ты преследуешь мою невесту. Что за бред? Какую невесту? Ну скажи, что ты не выйдешь за него. Пожалуйста, Наташ. Давай поговорим. Ошибаешься. Мы уже подали заявление в ЗАГС и купили кольца. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, комедию передо мной ломаете? Вы все сделаете, чтобы я с сыном не виделся? С каким сыном? С твоим сыном? А где ты был раньше? Где ты был, пока он рос? Ты был с ним рядом? Ты на ней не женишься, тебе ясно? Ну что ты молчишь? Скажи ему. Не ори на нее. Я женюсь на ней и буду отцом Андрею. Понял? Я вам не дам. Я в суд пойду, ясно? Что ты скажешь сидя? Придумаешь трогательную историю, как ты проводил время с сыном? Тсс, пожалуйста. Как не спал ночами и готовил с ним уроки? Ты сволочь. Дима, пожалуйста, не надо. Что ты делаешь? Дима, я... Максим, так, Максим, прекратите. Ну пожалуйста, прекратите. Прекратите. Все, хватит. Надоело, вы оба пожалеете, ясно? Я Андрея отберу. Держи, 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 держи. Ну что ж теперь будет, а? И Дима отомстит. Не бойся, я ему не позволь. А если он все расскажет Андрею? Мой сын узнает, что я его обманула. Максим, Максим, надо Андрея спрятать. А можно, можно он у тебя поживет, а? Хорошо? Ну, как скажешь. Я не против. Только как ему это все объяснить? Может быть, пусть он поживет в своей любимой бабушке Ане. Я думаю, он будет доволен. Доставка. Да сколько можно-то, а? Это от меня. Все будет хорошо. Моя любимая. Спасибо за все. Спасибо. Извини, извини. Ничего, ничего. Она мне за это заплатит. Я клянусь. Ну, погостишь пару недель у Крестного и у бабушки Ани. Правда же хорошая идея, да, сынок? Ура! Это даже лучше, чем в школе и лагерь. А я соскучился по бабушке. Вот и здорово. Ну что, почти собрались? Кроссовки еще положу. А можно хоть паровоз с собой возьмем? Ну, конечно, бери. А, Семен Кузьмич. Дима! Дима! Саша! Ну-ка, сходи за ним. По-моему, что-то случилось. Да? Анна Петровна, здравствуйте. Ой, кого я вижу. Ты мой хороший. Мазотца моя. Павушка, Аня, я так соскучился. Я тоже соскучилась. Здравствуйте. Ты мне пирожков испекла? Конечно, испекла. С яблоком? Ну, и с яблоками тоже. А еще с чем? А еще с вишнями. Бабушка, Аня, ты у меня самая лучшая. Анна Петровна, я сейчас вещи отнесу. А потом к нам на пирожки. Да. Какая же скотина этот Нечаев. Как он вообще посмелый. Нечаев – будущий муж Наташи. По-моему, это нормальная реакция с его стороны, Дим. Да, мне кажется, Дима, ты излишне драматизируешь. Я драматизирую, папа? У меня сына пытаются отобрать, а ты? Перестань ты, успокойся. Ты просить не хочешь, чтобы Наташа выходила замуж. Вот и все. Я ни секунды не верю в то, что она выйдет за него. Она его не любит. А может быть, любит. Откуда ты так знаешь? Значит, пусть катится. Я Андрея отберу, все. И совершишь очередную ошибку. Ты бесишься, потому что Наташа выходит замуж. А не потому, что тебе нужен Андрей. Вот и все. Мне нужен, очень нужен Андрей. Я сделаю все возможное. И невозможное тоже сделаю. Но под одной крышей он с Нечаевой уж жить не будет. Я этого не допущу, ясно? Анна Петровна, какой сегодня вечер замечательный. И правда. Присаживайтесь, Максим Леонидович. Как там Андрюша? Уснул? Уснул. С книжкой в обнимку. Ой, господи. Как же ему отца-то не хватает. Все время об этом говорит. Да уж. Не понимаю я этого Ворошилова. Такой пацан у него замечательно растет. А он ему нужен только, чтобы Наташу побольнее уколоть. Да, жаль, что Андрюша для него только предлог. Ну да, и я о том же. Только чтоб Наташу шантажировать. Мне вообще кажется, что если мужчина действительно любит женщину, то никогда не станет ее шантажировать. Тем более ребенком. Если мы с Наташей поженимся, я Андрюшку усыновлю. Я ведь прав? Прав. Еще как прав. Стой, Ворошилов, ты куда вообще? Уходи тебе, говорю, немедленно. Заткнись ты. Что? Ты с ума сошел? Я вообще сейчас в милицию вызову. Вы что, а? Вы думаете, что так далеко спрятали, что я не найду, да? Я найду, ясно? Дело в перитопе? Ой, не скажу. Ну давай уже, а. Хватит научись! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Это не важно. Ваш внук у вас? Нет. А что случилось? Молодой человек. Молодой человек, подождите. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло, Наташ, тут ко мне странный человек приходил только что. Сейчас? Да вот только что, говорю же тебе. Странный какой-то, спросил про Андрея, потом махнул рукой и убежал. Что там у тебя происходит, дочка? А, пап, все в порядке, ты не переживай, это какое-то недоразумение просто. А Андрюша со мной все хорошо. Ага. Ну, хорошо, счастливо. Я позвоню, хорошо, давай. Спасибо. Рядом сидит, обедает. Успокойся, не нервничай ты так. А ты маму можно я с ним поговорю? Нет, Андрюш, нельзя, мама на минутку позвонила, она занята. Тогда передай ей привет. Привет тебе передает. И не нервничай. Все, держи себя в руках, пока. Я поняла. Все. Андрюшенька, Андрюш, здравствуйте. Сколько раз говорила не сидеть на ступеньке. Минуточку. Что еще? Что вы на это скажете? Согласно статье 17 федерального закона. Здорово. Здорово. Помнишь меня? Несколько помню. Вы мне конструктора подарили. Я столько разных моделей придумала. Показать? Да нет, слушай, давай позже. Вот в чем дело. Мама сказала, чтобы я тебя забрал и в парк аттракционов отвез. Да что она? Введение в действии Жилищного кодекса Российской Федерации. Град... Федор Михайлович, ну что вы мне голову морочите? Лучше скажите, видели Андрюшу или нет? Там на улице. Спасибо. Андрюша! Так что, поехали? Да, только бабушке Ане надо сказать. Она сейчас постится. Слушай, бабушке Ане ничего не надо говорить. Мама, наверное, уже позвонила ей, все сообщила. Потом маму же нельзя заставлять ждать, правильно? Андрюша! Андрюшенька! Андрей! 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 Давай-давай-давай-давай-давай! Андрей! Андрюшенька! Андрюшенька, Андрей! Андрей! Не уезжайся! Не уезжайся! Извините. Алло? Наташа! Здесь было Ворошилов! Он увез Андрея! Простите, на чем мы остановились? Я говорю, что цена для меня совершенно не принципиальная. Пусть это даже дороже, чем в других местах. Но я буду знать, что лечение проведено на высшем уровне. В каком уровне? В каком уровне? Простите, я прошу извинить меня. Просто мне сообщили важную новость, и мне сейчас нужно уехать. Да-да-да, конечно, когда мне прийти? Я сама вам позвоню, назначу время, придете вы. Наталья Ивановна, ничего страшного. Извините. Спасибо. Витя, я не позволю тебя, Андрея, заврать. Спасибо. 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 Дима, это... Это Андрей. Можно пройти? Да, да, конечно, простите. Проходи. Ну как, нравится тебе здесь? Садись сюда. А? Нравится? А сейчас нам Валентина Степановна что-нибудь вкусное приготовит, да? Чего ты любишь? Торт или шоколад, а? Слушай, а... Хочешь, поиграем во что-нибудь? Во что вы с пацанами во дворе играете, а? Мне надо к бабушке Ане. К бабушке Ане надо, но... Я понимаю, но... О! Смотри, Валентина Степановна, какие вкусности принесла. Сок апельсиновый. Я не люблю апельсиновый сок. Как не любишь? Ты что, там много витамин, надо обязательно пить, если хочешь вычислить. Здоровый сильно, ну? Он кислый. Кислый? Хорошо. Валентина Степановна что-нибудь другое принесет, да, Валентина Степановна? Ага. Где моя мама? Мама скоро придет. С ней что-то случилось. Ну ты что? Конечно, с ней ничего не случилось. Просто она занята и... попросила меня с тобой посидеть. Хочешь, на карусели пойдем, а? Дима! Дима! Может, объяснишь, что происходит? Тебе это не касается. Меня касается все, что происходит в этом доме. Если ты забыл, я здесь живу. Вот иди к себе в комнату и живи там, ясно, не мешай мне с сыном общаться. А это значит Андрей, да? Ха, привет. Давай знакомиться. Я дядь Саша. Значит, мама тебя отпустила к нам прийти, да? Саша, это просто возмутительно. Тихо. Ты же знаешь, что он здесь? Нет. А сыну, значит, ты сказал, что мама разрешила? Слушай, давай не будем начинать. Начал все ты, Дима. Это вас не касается! Дима, так нельзя, ты понимаешь? Это не игрушка. Ты не имеешь права брать его, когда захотел, и отдавать, когда надоест. Папа, а почему ты не сказал, что у нас гости? А это сюрприз, Катюш. Ну-ка, Андрей, иди сюда. Иди, познакомься. Не смей подходить к моей дочери. Катя, иди в свою комнату, живо! Ларис, ты в своем уме? Ларис, как ты можешь себя так вести? Это же твой... Кто? Кто мой? Успокойся. Успокойся? Саша, ты знаешь, ну чего ты не понимаешь? Он же украл этого пацана. Возможно, в это время уборщица вызывает милицию. Да нас всех посадят из-за этого ублюдка. Лариса, рожь! Где моя мама? Должен вернуть его немедленно. Я никому ничего не должен, ясно? Никому ничего не должен! А ну-ка, идем. Это злые люди, пойдем отсюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Садись. И понимаете, я только ушла, он схватил мальчика, в машину посадил и увез его, понимаете? Неизвестно, неизвестно, где они сейчас, это же преступление, за которое на лет двадцать надо задать. Да и его вообще в розыск объявить нужно. Обязательно нужно. Так, стоп, 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 прекратите говорить все хором, у меня от вас уши заложило. Стоп, девочки, буду говорить я и все вам сейчас объясню. Значит так. Нет, спасибо, не нужно ничего говорить, берите вот бумагу, пишите заявление, изложите суть всего преступления письменно. Здравствуйте. Здрасьте. Скажите, Дима здесь? Нет. Он был здесь? Ну да, был. С ним приехал ребенок? С ним был ребенок, так? Валентина Степановна, оставь с нас, пожалуйста. Что тебе здесь нужно? Вы знаете, что я здесь делаю? Я ищу Диму, он забрал, у меня сына. Димы здесь нет, так что до свидания. Это неправда, я знаю, что Дима и Андрей здесь. Димы здесь нет, так что если ты не уйдешь, я вызову милицию. А давайте вызывайте, она как раз будет кстати. Пошла вон. К чертовой матери убирайся, поняла? И никогда больше сюда не приходи. Наташа, ты посмотри на эту аферическую, она чуть не сбила меня с ног. Наташа, проходи, садись. Я постою. А к чему эти церемонии? Борис, успокойся. Где Дима? Димы нет, он ушел где-то полчаса назад. С моим сыном? Да. Куда? Я не знаю. Я спрашиваю, куда он ушел? Наташа, не надо кричать, мы правда ничего не знаем. А я не понимаю, а что здесь происходит, а? Саша, почему ты позволяешь ей оскорблять нас в нашем же доме, а? Ну-ка прогони ее быстро. Лариса, успокойся и поставь себя на ее место, если бы наша дочь пропала. Да. Мой сын для меня все, так же как и для вас, ваша дочь. Вот только сравнивать не нужно. Наша дочь выросла в приличной семье, у нее есть отец. А вам повезло, вы встретили достойного человека. А, ну, значит, мой брат недостоин только потому, что тебе не удалось его окрутить. Я не вышла замуж за Дмитрия, потому что он лжец и негодяй, как и все Ворошилова. Послушайте, сейчас, по-моему, не самое лучшее время выяснять отношения. Наташа, ты ищешь сына, я понимаю, но его здесь нет. Да, ищи своего драгоценного сыночка в другом месте. Нет, вы врете. Вы врете, он здесь, я знаю, и вы его прикрываете. Потому что в этом доме живут только лжецы. Ларис, дай мне поговорить с Наташей. Что? Не уйти? Хорошо. Хорошо. Наташа, послушай, твоего сына здесь действительно нет. Я могу тебе показать весь дом, но его здесь нет. Покажи. Ты сказал правду, его здесь нет. Наташа, послушай, Димка придет в себя, поймет, что натворил, и вернет Андрея. Вот увидишь. Давай подождем до конца дня, я уверен, что все будет в порядке. Поздно. Я собираюсь заявить в милицию о похищении ребенка. Спасибо, Саша, я пойду. Вот, проходи, садись. Какой хороший мальчик. А можно мне с тобой познакомиться? Расскажи мне, как тебя зовут? Андрей. Очень хорошее имя. А меня тетя Лена. Рада знакомству. Расскажи мне, обо что ты любишь играть? Я хочу к маме и к бабочке Ане. Она не знает, где ее. Хорошо. Хорошо, хорошо, я поняла. Дима, все нормально? Да, все хорошо. Вообще, воспрашивайся. Ты пойди на кухню и поставь чайник. Хорошо. Мы будем чай пить. Отведите меня домой. Хорошо, но твоя мама пока занята, поэтому мы с тобой немного порисуем. Я сейчас пойду, возьму бумагу, цветные ручки и мы порисуем. Хорошо? Дима, ты с ума сошел? Ты как вообще на такое решился? Как я решился? Я скажу, как я решился. Наташа говорит Андрею, что я умер. Что я умер, а я живой. Я хочу видеть своего сына. Ну, Димочка. Дим, ты обратись в суд. Ну, реши этот вопрос как взрослый человек. Дим, ты ведешь себя как мальчишка, которого обидел. Елена Сергеевна, вы не в свое дело лезете. Нет, дорогой мой. Ты ребенка привел ко мне. Теперь это и мое дело тоже. Ты о мальчике подумал? Ты подумал о том, что он чувствует? Что творится у него в голове? Ты подумал? Я с этим разберусь. Нет, так дело не пойдет. Нельзя впутывать в ваш конфликт с Наташей ребенка. Это страшная ошибка. Ты должен вернуть мальчика. Если Наташа обратится в милицию, то у тебя будут проблемы. Самая большая проблема у меня было, что я сына не могу видеть. Я эту проблему сегодня решил. Остальное мне не касается. Это бред. Ты хоть понимаешь, что он будет постоянно думать о матери? Что ему мать нужна? Он еще маленький, он со временем забудет. Зато с ним будет папа. И что ты намерен предпринять? Мы с ним за границу уедем. Без разрешения, без документов. Я что-нибудь придумаю, у меня связи есть. Ты сознательно идешь на преступление. Извини. Я не могу этого допустить. Понятно. Хотелось, чтобы мы ушли, мы уйдем. Ладно, постой. Ну, нельзя перевозить мальчика постоянно с места на место. Побудьте пока здесь. Спасибо вам большое. Вы побудьте с ним, а мне надо негадолго отлучиться, ладно? Дим, только, пожалуйста, возвращайся поскорее. Хорошо. Извините, я хотела бы внести изменения в свое показание. Какое? Дополнение такое. Я считаю, что Дмитрий Ворошилов плохой отец, а Наталья Бондарчук хорошая мать. Вот. Нет, вы этого не можете сделать. Почему? Да потому что вот это вот все, все это никуда не годится. Подожди. Что значит не годится? А то и значит. Вот что это такое? Дмитрий, который по существу не является отцом ребенка, похитил своего сына. Похитил. Ага. Я был свидетелем того… Была. Я была. Она… Не дописала. Была свидетелем того, как Анна Петровна вбежала в салон красоты, вся в слезах. Необходимо немедленно разыскать Дмитрия Ворошилова и вернуть Андрея в семью. Что это все такое? Это свидетельские показания. Да. А мы родственники потерпевших. Вы прошу прощения, но никто из вас не является прямым родственником ни Натальи, ни Андрея Бондарчука. А заявление о пропаже ребенка может написать только мать ребенка, ну, либо его отец. Угу. Значит так. Давайте вы начнете его искать, а Наталья Ивановна напишет заявление в ближайшее время. Да. Значит так. Сначала заявление, а потом поиски. По-другому нельзя, только по закону. Ясно. Тогда я буду искать его сам. И я. Это просто беспредел. Боря, пошли. Мы еще поговорим. Учения. 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 Алло, Семен. У тебя много дел? Отложи, пожалуйста, все. Мне надо, чтобы ты приехал. Да, да, прямо сейчас. Семен, это срочно. Где же мой паспорт? Где же паспорт, а? Так, свидетельство о рождении Иоанна Андрюша. Рита, Рита! Что случилось? Рита, скажи, хватит этих документов? Свидетельство о рождении и мой паспорт. И повернули милицию. Конечно, давай быстрей. Наташ, может, за Ромой заедем? Да зачем нам Рома? Ну, потому что тебя все трясет, и нам нужна мужская поддержка. Да сами справимся, так мало времени, вообще непонятно, куда он его повез. Может, он его вообще из города вывез уже, а? Так, стоп. Все, прекратили панику. Из города он не мог его вывезти, потому что еще не очень много времени прошло. И вообще он его не мог вывезти из страны, потому что ребенка без документов просто так не получится. У него куча денег, все, что он хочет, то у него и получится. И вообще непонятно, где он. Его нет дома. Где он жил с женой? Как же я сразу не догадалась. Может, он там? Так, подожди, я с тобой. Нет, 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 здесь оставайся, он может Андрея сюда привезти. Да, ну, что? Хорошо, что ты приехал. Здесь такое творится. Ты можешь толком объяснить, что произошло? Дима привел Андрюшева ко мне. Он выкрал его у Наташи. Выкрал? Да. Хочет вывезти его за границу. Сейчас Дима уехал, а Андрюша сидит в соседней комнате и ничего не понимает. Так. Привет, Андрюш. Привет. Здравствуйте. Ваш, выезжаете мне домой? Ты только не переживай, пожалуйста, Андрюш. Сейчас приедет мама и заберет тебя домой. Когда? Я хочу к маме. Подожди, подожди. Ну, зачем ты? Не надо. Ты же знаешь, мужчины не плачут. Я тебе обещаю. Скоро приедет мама и тебя заберет. Ты мне веришь? Вам да. Ну, вот и замечательно. А пока что давай мы во что-нибудь с тобой сыграем. Ну, например, в шахматы. Ты умеешь играть в шахматы? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Нет. Она уже поехала в милицию? Что значит нет? А почему вы вообще решили, что они у Елены? Я не решила. Я просто ляпнула случайно. Случайно. А Наташка подскочила, как ужалена, и понеслась туда. Так, все, я понял, я еду туда. Да, хорошо, будут новости, я наберу. Я уже в машине. Да, как что-то выяснится, я перезвоню. Все. Здравствуйте, мама Ольги. Да, а вы Наташа. Меня зовут Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, мой сын у вас. Хорошо, вас давайте пройдем. Вы же понимаете, вы понимаете, что Дима сядет в тюрьму, а если Андрей здесь, это уже соучастие. Ну, это же я вас очень хорошо понимаю, вам больно, но поверьте, никто не сможет это брать у вас вашего сына. Елена Сергеевна. Здорово. Это вы ее позвали? Чего ты пришла, я тебе сына не отдам. Ну, конечно, ты же решил его купить. Может, подаришь машинку, он забудет родную мать? Дима, у тебя ничего не получится. Это мы посмотрим. Да нечего смотреть, я здесь, и я забираю сына. И никогда ты его больше не увидишь, ясно? Наташа, прошу вас, не кричите, не пугайте ребенка. Дима, Наташа, вы когда-то любили друг друга. Неужели это все в прошлом? Да, это в прошлом. Я прошу вас успокоиться и поговорить, как нормальные люди. Так. Андрюша, твоя мама пришла. Моя мама? Ну, вот видишь, только ты не волнуйся. Вот я тебе говорил, что придет мама, и ты поедешь домой вместе с ней. Вот видишь, так и получилось. Да, только о твоей маме надо поговорить с дядей Димой. Ты потерпи немного, хорошо? Хорошо. Верни мне сына, немедленно. И, может, тогда не стану сообщать в милицию. Не надо меня в милиции побывать. Я ничего не боюсь. Ты знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы ты почувствовала ту же боль, которую я чувствовал, когда ты не давал мне с ним общаться. Тебе зачем это? Ты же его не любишь. Я Андрея одна вырастила, а ты ему чужой. Ты же его просто используешь, чтобы мне больное сделалось. Что бы ты ни говорила, это мой сын. И Максим его не усыновить, только через мой труп, ясно? Хорошо, тогда я тебя убью. Дима, ты же прекрасно знаешь, что здесь еремный вен. Ты прекрасно знаешь, что бывает, когда я перережу. Давай. Давай, что ты ждешь-то? Ну, давай, убей меня. И Андрей, правда, быстрее узнает. Пожалуйста, побыстрее. Наташа, что вы делаете? Остановитесь. Так вы сделаете только хуже. Хуже всем. И прежде всего ребенка. Он здесь, в соседней комнате. Тогда приведите его. Нет, папа. Я принял решение, я уезжаю за границу. Хватит. Хватит, Дима. Наигрались. Уберите свой скальпель. Уберите. И тогда я приведу Андрея. Я сейчас. Хотя бы при ребенке. Ведите себя как люди, как взрослые люди, в конце концов. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я не стал бы вот так к вам вырваться. Просто Наташа Мандарыч, у вас? Да, она здесь. А Андрей? Андрей тоже здесь. Я могу за тебя? Нет. Простите. Там очень непростая ситуация. Я прошу вас, не надо ее усложнять. Кто там? Это сосед зайдет позже. Вы понимаете, что вы оба неправы. Вы потому что обманули ребенка, сказали, что отец умер. А ты потому что шантажировал. Хотел отобрать сына. Оба хороши. Я с вашей семьей вообще не хочу ничего общего иметь. Просто приведите мне сына, и я уйду. Ты слыхал? Иди, веди Андрея. Ты что, хочешь, чтобы я отбыл собственного сына? Да. Это единственное правильное решение. Елена Сергеевна, приведите уже мне, наконец, сына. Андрюша, 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 просыпайся. Твоя мама тебя ждет. Я хочу к маме. Прости. Дядя Дима меня обманул. Он сказал, что отвезет меня к тебе в парк. Прости меня, сыношка-то. Я виновата. Я тебя больше никогда не оставлю. И все у нас будет хорошо. Наташа, мне очень неприятна эта история. Простите нас, ради бога. Я надеюсь, инцидент исчерпан. Ты со мной не прощаешься, Андрей? Нет, потому что вы обманщик. Семен Кузьмич, мы пойдем. Крюстный, крюстный. Максим. Крюстный. Дядя Дима меня обманул. Он привез меня, не отпускал, не давал позвонить. Правда, ты ведь не испугался? Испугался. Но потом пришел Семен Кузьмич, а потом мама. Мама, зачем дядя Дима это сделал? Андрюш, у тебя дядя нет детей. Он просто тебя хотел забрать. Ты как? Нормально. Я тебе потом все расскажу. Хорошо? Идем. Да это просто безумие. Абсурд! Украсть ребенка у матери. Как ты вообще так такого додумался? Семен. Ты не понимаешь ничего. Она выйдет замуж. И у Андрея будет другой отец. Я хотел ей отомстить. Что? Отомстить? Семен. Так тебе не сын нужен был. Тебе отомстить нужно было. Кто ты после этого? Ты подлец. Это неправда. Я люблю Андрея. Это мой сын. А тебе я никогда не прощу то, что ты его отдал. Дмитрий. Дима. Дмитрий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дим, что ты делаешь, а? Я в этом доме больше не останусь. Ты схожешь с ума, понимаешь? Я схожу с ума, да? Да. Отец меня унизил, оскорбил. Лишил последнего, что он мне остался, и я с ума схожу. Да, ты схожешь с ума, потому что твой отец в этой ситуации оказался прав. И ты со временем это поймёшь. Вы все ангелы. Один я, демон, детей ворую, да? Слушай, давай закончим уже этот разговор, а? Клата едешь. Подальше отсюда. Это я уже понял, куда именно. Не знаю. Благо, люди с нашей профессией везде нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюшенька, я предлагаю выпить за Андрюшеньку. Андрюшка! Андрюшка, день рождения, малыш! А ты возьми. Так, минуточку внимания. Давай. Андрей, поздравляю тебя за Рождество. Спасибо! Ура! С днём рождения! С днём рождения! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, да, 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 да. Обновлю, 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 обновлю. Так, дети, тихо. Тихо, 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 тихо. Сейчас будет самый главный подарок. Андрюш, с днём рождения! Ух ты! Спасибо! Ура! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Ура! Ура! Ну как ты? Готов? Конечно, готов. Как всё готово? Ты ничего не забыл? Дядя, что бы я без тебя делал? Удача на соревнованиях. Спасибо вам. Давай, боец, удачи. Не пуха! К чёрту! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok